Процедура рассмотрения жалоб в рамках специальных процедур. Специальные процедуры Совета по правам человека – это независимые эксперты по правам человека, уполномоченные осуществлять мониторинг, предоставлять доклады и консультировать по вопросам прав человека в тематическом или страновом разрезе. В рамках своей деятельности по поощрению и защите прав человека, мандатарии могут принимать меры по жалобам на предполагаемые нарушения или злоупотребление правами человека путем направления сообщений. Сообщения – это письма, направляемые специальными процедурами индивидуально или совместно правительством, а также негосударственным субъектом, таким как коммерческие предприятия, военные или охранные компании и межправительственные организации в связи с утверждениями о нарушениях прав человека государственными органами и или злоупотреблениями со стороны негосударственных субъектов. Существует три типа обращений. Срочное обращение, обвинительные сообщения, и другие письма. Продолжающиеся или потенциальные нарушения прав человека могут быть предметом срочного обращения, в тех случаях, когда предполагаемые нарушения требуют немедленного реагирования, поскольку они связаны с гибелью людей, угрозой для жизни, либо с неизбежным или продолжающимся ущербом чрезвычайно серьезного характера для жертв. Прошлые, текущие или потенциальные нарушения прав человека могут быть предметом обвинительного сообщения, в тех случаях, когда предполагаемые нарушения не связаны с гибелью людей, угрозой для жизни или неизбежным или продолжающимся ущербом серьезного характера. Законопроекты, законодательство или политика могут стать объектом другого письма. Цель сообщений – привлечение внимания правительств и других субъектов с заявлением о нарушениях и злоупотреблениях в области прав человека. Налаживание диалога с соответствующими государственными органами и другими заинтересованными сторонами. Обращение к соответствующим органам власти и заинтересованным сторонам с просьбой провести расследование и устранить предполагаемые нарушения и сообщить о результатах и принятых мерах. Предание делу широкой огласки с целью доложить совета по правам человека об отправленных сообщениях и полученных ответах. Процедура сообщений. Чем она не является? Это не судебная процедура, которая могла бы заменить собой судебное производство. Она не устанавливает факты и не выносит суждения, но привлекает внимание к заслуживающим доверия утверждениям. Специальные процедуры не обладают властью или полномочиями для обеспечения выполнения своих рекомендаций. Процедура сообщений состоит из трех этапов. Предоставление информации, отправка сообщений и публикация сообщений. Предоставление информации. Сообщение должно содержать фактическое описание предполагаемых нарушений прав человека. Предоставленные материалы должны быть основаны на достоверной, подробной и краткой информации. Сообщение не должно основываться исключительно на сообщениях, распространяемых средствами массовой информации. Не является обязательным условием ратификация государством международного или регионального договора по правам человека, а также исчерпание внутренних средств правовой защиты. Кто может предоставлять информацию? Любой человек, включая отдельных лиц, группы, организации гражданского общества или национальные правозащитные органы, могут предоставить информацию мандатариями специальных процедур. Информация может быть предоставлена прямыми или косвенными жертвами, а также любыми другими лицами, группами или организациями, обладающими достоверной информацией о предполагаемых нарушениях. Лица, предоставляющие информацию, должны указать свои контактные данные, однако эта информация остается конфиденциальной. Специальные процедуры не могут действовать на основании анонимных представлений. Было ли получено согласие жертв? Крайне важно, чтобы предполагаемые жертвы и или их семьи и законные представители указали в своих материалах, согласны они или не согласны. С тем, что механизмы специальных процедур примут меры в связи с полученным сообщением. С тем, что имя жертвы будет раскрыто в письме, которое будет направлено правительству или другим лицам, например, предприятиям, военным или охранным компаниям. С тем, что имя жертвы появится в публичном докладе, предоставляемом Советом по правам человека. С теми мерами защиты, которые будут применены в результате рассмотрения сообщения. Имена жертв в таком случае могут быть отредактированы по запросу. Кто является предполагаемым нарушителем? По возможности предоставьте информацию, в том числе в случаях, когда предполагаемые нарушения касаются негосударственных субъектов. Если речь идет о коммерческом предприятии, просьба указать как можно больше информации об организационной структуре, особенно контактные данные и сведения о главном офисе и собственнике предприятия или организации. Где, что, кто, как и когда. Укажите дату, время, место и подробное описание событий. Включите законодательные акты и политику, если это необходимо. Жертвы. Предполагаемые исполнители нарушений. Обстоятельства предполагаемых нарушений. Любые действия, предпринятые потерпевшими и или их законными представителями и их результаты. Любые действия, предпринятые соответствующими органами власти для исправления ситуации и их результаты. Как предоставить информацию? Информация может быть направлена на английском, французском или испанском языке через интернет-портал. Отправка сообщений. Информация, содержащаяся в предоставленных материалах, анализируется и оценивается мандатарями специальных процедур, которые могут принять решение о направлении совместного обращения. Публикация сообщений. Срочные обращения и обвинительные сообщения публикуются через 60 дней после даты отправки. Другие письма публикуются в течение двух рабочих дней после даты отправки. В онлайн-базе данных сообщений. Три раза в год Совета по правам человека предоставляется доклад с кратким изложением сообщений и полученных ответов. Сообщениями можно ознакомиться на сайте специальных процедур. Ответы на вопросы после предоставления материалов в специальные процедуры. В связи с большим количеством поступающих сообщений и конфиденциальным характером процедуры на начальном этапе, информирование заявителей о состоянии их дела не предоставляется возможным. Дальнейшие действия. Если мандатарии считают, что ситуация того требует, они могут принять решение о продолжении работы в следующих форматах. Пресс-релизы, встречи с представителями органов государственной власти, встречи с представителями бизнеса и другими заинтересованными сторонами, запрос на посещение страны и любые другие последующие действия, которые они могут счесть полезными. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова